В своем выступлении Светлана Орлова определила основные направления и принципы работы Ассамблеи. Что нас сплотило и вообще под каким флагом должна работать Ржевская Ассамблея? Во-первых, это не политическая партия. Мы не будем преследовать ни чьих политических интересов, ни лоббировать ни те интересы. Мы будем преследовать только интересы жителей города Ржева, а социальных слоев города Ржева, людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. И самое главное, мы должны идти под одним флагом. Это в первую очередь любовь к людям, это патриотизм, доброта, милосердие и, конечно же, помощь людям. На заседании почетными грамотами были награждены три женщины города Ржева. Евгения Надольская, Любовь Рабанюк и Инга Куровкова, победившие в номинации «Женщина 2013 года». Женская Ассамблея города Ржева выражает вам искреннюю признательность за активное участие в ежегодном региональном конкурсе. Благодарим вас за творческий подход к делу, энтузиазизм, открытость и доброжелательность. Уверена, что наше сотрудничество на благо общества будет долгим и плодотворным. В прошлом году при участии предпринимателей города и общественности была отремонтирована детская больница и для нее приобретено новое оборудование. А в этом году Женская Ассамблея планирует провести еще одно доброе дело. Женская Ассамблея решила сделать такую акцию «Давайте сделаем мир добрее». И цель акции, вот самое главное, мне кажется, она очень актуальная и мудрые люди, кто это все придумали, привлечь внимание общества к проблемам бедности и социального неравенства. Давайте поддержим Женскую Ассамблею и будем все вместе делать этот мир добрее. Наверное, все-таки не красота, а доброта в конечном итоге спасет мир.